Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Сегодня говорим о том, какие работы можно проводить в июне на грядках. Наталья Викторовна, Вам слово. Хочу начать свой рассказ, вспомнив старинную, давнишнюю пословицу «без ухода нет обихода». И в толковом словаре русского языка Владимира Даля обиход обозначает потребление. То есть, перефразируя эту пословицу, «без ухода нет потребления». И действительно, в июне, если мы с вами не будем ухаживать за растениями в июне, ничего хорошего у нас на грядках, на нашем огороде не будет. Поэтому основные работы у нас на участке, на наших грядках, в теплицах – это полив, прополка, подкормка, рыхление, окучивание, борьба с сорняками, борьба с вредителями и болезнями. Ну и еще можно в июне, это еще единственный месяц, когда мы можем что-то высадить, посеять. То, что мы не успели с вами в мае сделать, не успели или нам помешали погодные условия. И самое главное, что в июне уже мы можем побаловать себя первой зеленью, потому что и лук зеленый, и щавель, и рукола, и салат поспевают, и редис раннеспелый. То есть уже, как видите, не только хлопоты, не только уход, но уже и отдача от наших грядок идет в июне. Наталья Викторовна, можно ли уже в это время высаживать тыквенные культуры в открытый грунт? В это время как раз нужно высаживать тыквенные. Я знаю, что некоторые поторопились высадить рассаду и огурцов, и кабачков, патиссонов, тыкв в мае месяце. А в конце мая у нас было похолодание. Я хочу сказать, что мы об этом нашим телезрителям говорили и предупреждали неоднократно. Если высаживаете, натягиваете дуги, следите за погодой, чтобы у вас под рукой была пленка, был лутросил на крайний случай, или газеты, какая-то бумага, следите. И я убедилась в этом по огурцам моего соседа по даче. Он приехал, высадил огурцы и уехал. И каково же было не удивление, а разочарование. Когда приехал, они все белые, лежат, прихваченные. Ну, не заморозком, не морозами, а вот именно вот этим поголоданием. Огурцы теплолюбивые, то есть все тыквенные теплолюбивые. И огурцы, и кабачки, и патиссоны, и тыквы. Поэтому самое лучшее время – это июнь месяц высаживать можно. Если есть рассада, смело высаживаем эти культуры тыквенные. Конечно, тыквенные любят, чтобы росли они на грядке. Ну, большинство, конечно, культуры любят, но тыквенные особенно. У них корневая система не глубокая, они любят рыхлую почву, которая хорошо насыщается кислородом. Поэтому скопали грядку, высоту ее сделали сантиметров 25, не меньше. Хорошенько ее удобрили, пролили, посадили рассаду. Можно, если нет рассады, можно сеять огурцы семенами. И я знаю, что очень часто июньские посевы огурцов дают самый хороший урожай. Они догоняют посевы майские, потому что им хватает солнышка, тепла хватает, и они очень урожайны. Но если вы все-таки будете сеять огурцы семенами, конечно, лучше их или прорастить, или намочить, то сделайте еще себе одно облегчение. Посеете не просто огурцы на грядку, а на грядку, которую вы накроете пленкой. Ничего сложного в этом нет. Купите обычную полиэтиленовую пленку, которая полна в магазинах, и вы себе облегчите намного и уход за огурцами, и борьбу с сорняками. И растение вам будет очень комфортно жить на такой грядке. То есть есть грядка, которую вы приготовили для посева семян огурца. Сделали хорошую заправку, как мы предупреждали, все, грядка готова для посева. Сделали лунки в два ряда на этой грядке. Расстояние между рядами 50 сантиметров. Между лунками тоже где-то можно 40-50 сантиметров. Сделали луночки, можно туда насыпать и золы, и песка, и горсть перегноя. Хорошенько их пролили лунки. Положили туда 5-6 семян огурца. Не кладите одно семечко. Вы знаете, когда семян много, они друг дружку поддерживают, и исходы появляются более дружно. Это уже проверено на практике. Закрыли, замульчировали эту луночку. И сверху эту грядку возьмите, накройте пленкой. То есть разверните рулон пленки, накройте свою грядку. Края пленки, чтобы ее не сдуло ветром, прижмите или деревянными брусками, или кирпичом, или землей присыпьте, чтобы пленка лежала хорошо на вашей грядке. И над каждой луночкой, а их прекрасно видно через пленку белую, сделайте такой небольшой надрезик крестообразный, для того, чтобы воздух туда поступал будущим сходом. И там будет под пленкой влажно, тепло, и будет поступать воздух. И когда сходы огурцов наклюнутся, и вы это будете видеть, вы можете этот разрез увеличить, для того, чтобы сходы спокойно, огуречные сходы, спокойно вышли на поверхность пленки. Трава тоже будет стремиться выйти наружу, но пленка-то ей не даст этого сделать. Она будет там расти под пленкой. И пленка ваша, вы видите, как она будет подниматься немножко. Ваша грядка уже будет не плоская, а будет такая немножко вздувшаяся. Это сорняки пытаются выбраться наружу. Но выбраться-то им невозможно, они там дышат под пленкой. Заодно растениям огуречным достается больше тепла, больше кислорода. Ухаживать за растениями вы будете именно вот в этой луночке. И рыхлить ее. Всю грядку не нужно рыхлить, не нужно бороться с сорняками. Будете поливать эти растения. Но не забудьте, мы сеяли 5-6 семечек, а оставлять в луночке нужно 2. 2 самых крепких растения. И когда они пошли у вас в рост, огуречные растения, вы просто их выпускаете, побеги, плейте на пленку. Во-первых, растения лежат чистые. Корням им их тепло, влажно. Дальше огурцы, которые будут появляться, завязывать растения, они не будут соприкасаться с почвой. Они не будут забиваться грязью. Растения будут меньше поражаться вредителями, болезнями. Легче ухаживать. Вы себе намного облегчите уход за растениями огуречными. Так что попробуйте этот эксперимент. Я думаю, он вам понравится. Наталья Викторовна, какие еще культуры можно посеять в июне? В июне можно еще посеять цветную капусту. Только нужно покупать сорта раннеспелые, чтобы они успели завязать головку. Если купите поздний сорт, тогда не ждите урожая. Можно в июне месяце еще сеять морковь для зимнего хранения. Та, которая будет лежать у вас в зиму. И морковь, посеянная в июне, она тоже самое догоняет майские посевы, потому что ей комфортно, ей тепло, и она быстро очень растет. В конце июня можно посеять дайкон для зимнего хранения, черную редьку, кто любит зимой баловать себя редькой, и репу. Эти культуры, вот мы их сеем в конце июня. И обязательно после посева, после появления всходов, присыпьте грядки золой, потому что уберечь всходы от повреждения крестоцветной бложкой. Так что, как видите, можно кое-что и посеять. А кто сказал, что редис можно сеять только рано весной, что это ранний овощ? Полная ерунда. И редис можно сеять практически все лето. Также можно практически все лето сеять и укропчик, и петрушку, и кориандр, шпинат, рукколу, салаты. А часто мы как? Посеяли весной укроп. И вот немножечко взяли этой зелени, пока растения не загрубели, и стоит наш укроп до августа, до сентября. У него уже и зонтик появился, и мы его используем только для засолки. Пару растений срезали для того, чтобы замариновать, засолить свои овощи. А больше зелень, остается нам только покупать зелень. А почему? Ведь посевом через 2-3 недели, регулируя эти посевы, можно постоянно все лето есть свежий редис. Он очень быстро растущий овощ, чемпион по скороспелости. Поэтому и салаты, и редис, и петрушку, и укроп, можно практически получать свежую зелень все лето. Что я вас и призываю делать. Наталья Викторовна, как правильно мы ухаживаем за теми растениями, которые у нас уже взошли и активно растут? Самое главное, наверное, полив. Потому что овощи, они очень быстро вегетируют, у них быстрое развитие идет. Они же не многолетние. Корневая система у них тоже находится в поверхностном слое. А жара стоит у нас. Правда, трудно сказать, что у нас только жара, потому что у нас и ветра очень сильные этим летом. Вообще какая-то погода очень капризная. Перепады температуры. А когда сильные ветра, они настолько иссушают почву, очень быстро. Так что овощи нужно поливать регулярно. И что немаловажно, вот такой важный процесс, как прореживание. Операция такая, назовем ее операция. Потому что многие от нее увиливают, от этой операции. Вот посеяли семена и моркови, и того же редиса, и салата. Да, всего практически. Посеяли. И так радуются дачники вот этим дружным сходом, когда вот такая полосочка идет зелени на грядке. Ну и ждут, когда начнется, можно собирать урожай. Вы знаете, прореживание – это такой важный процесс. Он помогает формировать и луковицу, и корнеплод, и розетку листьев. Потому что, когда густо растут растения, они просто угнетают друг друга, больше ничего. Места для роста им нет, питания им тоже мало, влаги мало, потому что их очень много растет на грядке. Поэтому, будьте добрыми, не забывайте, прореживайте, иначе урожая не получите. Все время говорю об этом дачникам. Но часто бывает, во-первых, это утомительный процесс. Нужно много времени на это уделить. И кропотливая работа, и нужно обязательно вот это одно растение отделить от другого, и оставить это расстояние. Но это нужно сделать. И когда вы прорежете морковь, свеклу, сразу не оставляйте большие расстояния между растениями. Кто его знает, какая будет погода, как ваши растения после прореживания приживутся. Поэтому сначала прореживаем так, очень на маленькое расстояние, на 2-3 см. Оставляем одно растение от другого. Сделали прореживание, обязательно пролейте свои растения. Потому что вы поддернули корневую систему, ваша растение зависла как бы в земле, понимаете. И ему нужно получить хорошую заправку водой. А недельки через две после первого прореживания делайте второе. Вот там уже оставляйте между растениями 5-6 см, как положено. То есть от прореживания, я надеюсь, нашим дачникам не уйти, как бы им этого не хотелось. И, конечно, прополка. Не оставляйте возле теплиц, на грядках сорняки. Сорняки настолько приспособлены к окружающей среде, они настолько выносливы. И они забирают и влагу, и питание, которое вы даете своим растениям, они забирают сразу же. Пока наше культурное растение, доберется до него питательное вещество или вода, сорняк уже это все использовал. Потом сорняки – это очаги, размножения и вредители, и болезни. Поэтому боремся с сорняками. Ну и, конечно, нужно кормить наши растения. Куда же без подкормки? То, что мы внесли, когда готовили грядку, растения уже израсходовали. Во время вегетации нужно кормить. Нужно подкармливать и комплексными минеральными удобрениями. Регулировать, чередовать подкормками минеральными, чередовать с подкормками органическими удобрениями. И, конечно, когда погода стоит пасмурная, холодная, растения останавливаются как бы в росте. Корни не берут питательные вещества с грунта. Поэтому делайте некорневые подкормки для того, чтобы листья в это время помогали растению выжить. Пока корни отдыхают во время пасмурной погоды, будут работать листья. Поэтому подкормки, поливы, прореживание, рыхление и окучивание. Не забывайте про окучивание, ведь картофель мы всегда окучиваем. Два окучивания нужно обязательно сделать. И можно окучивать и морковь, и томаты, и капусту. Будет прирост боковых корней. Это дополнительная польза растению. Наталья Викторовна, практически каждый дачный участок оборудован теплицами. Какие работы мы проводим в июне там и как ухаживаем за растениями? Растут у нас в теплицах в основном посленовые и тыквенные. Посленые это томаты, перцы, баклажаны. А из тыквенных огурчики чаще всего мы выращиваем. Конечно, теплицы это здорово, потому что там свой микроклимат. Вот началось на улице похолодание. Вы закрыли дверь, закрыли форточки. Жарко, вы открываете. И поэтому растениям там более комфортно. Мы раньше выходим с рассады в теплице. И за растениями нужно ухаживать и в теплице точно так же, как и в грунте в открытом. Точно их также нужно и поливать, и кормить, и бороться с вредителями, и болезнями. И томаты у нас до отдачи плодов, до завязей, не нужно их часто поливать. Некоторые переусердствуют в этом деле, слишком часто поливают томаты. И поэтому томаты жируют. Когда томаты очень много влаги, они формируют крупный стебель, у них большие листья. А вот до завязи может дело даже не дойти. Поэтому умеренные поливы томатов до завязывания плодов. Дальше томаты самоопылители. То есть так устроен цветок томатов, что у него есть рыльца, пестика и пыльца. И пыльца самоопыляют, самоопылители. Поэтому зашли утром в теплицу. Возьмите немножечко растения, встряхните, чтобы вот эта пыльца пошла в движение и попала именно на рыльце. То есть ваше подвязанное растение на шпагате, вы их немножечко так рукой слегка, не так, чтобы они у вас с корнями вырывались с почвы. Немножко встряхните их для того, чтобы лучше прошло опыление. И не забывайте о посынковании. Томаты обязательно нужно посынковать. И делать это регулярно. Точно так же, как и огуречные плети. У огурца тоже нужно формировать растения, удалять плети пустые, где только мужские цветки. Прищипывать боковые побеги. И если вы это будете запускать, пришли в теплицу, а там уже побеги метровые, пасынки 20-30 сантиметров, вы их обломали. Они крупные, много сока клеточного вытекает из растения, эти ранки, потом плохо заживают. Поэтому делаем формировку вовремя и про это не забываем. Наталья Викторовна, появились первые всходы. Конечно же, не дремлют вредители. Как мы боремся с ними? Хочу сказать, что профилактика очень важное дело в этом выращивании растений огуречных и томатных, да и вообще всех овощных культур. Ведь вы же бываете на даче. Вы каждый день проходите по своим грядкам, по теплице смотрите, что и как. Когда растения вовремя подкормлены, политы водой, окучены, сформированы, удалены пасынки, боковые побеги, лишние плети, то такое растение, оно практически не поражается. Практически. Потому что оно противостоит вот этими насекомым и болезням. А когда вы редко поливаете, то есть растение уже увяло, вы приехали на дачу, быстренько холодной водой пролили его, растения потеряли туркар, им трудно восстанавливаться. У них меняется состав клеточного сока. Из белкового он переходит, имеет более такой углеводородный состав. То есть углеводы у него появляются, у них углеводы в клеточном соке. И что очень любят вредители, когда клеточный сок растений сладенький, они тут как тут. А когда растение крепкое, ухоженное, у него больше белков в клеточном соке. Оно может, сохраняет иммунитет, толерантность к поражению вредителями и болезнями. Поэтому в первую очередь, конечно, легче предотвратить болезнь, правильно, чем потом уже с ней бороться. Не допустить эту болезнь. Поэтому не должно быть у теплицы сорняки. Если в теплице чисто, а рядом с теплицей у вас растут заросли сорняков, то это, конечно, тоже не дело. Боремся с сорняками. И обязательно смотрим за растениями. Снизу растения в теплице должны быть как бы оголены. Чтобы там была хорошая вентиляция. Чтобы не заставилась влага. Чтобы солнышко лучше освещало плоды, цветы. Чтобы доступ к пчелам в теплицу тоже был. Особенно это касается куречных растений. Поэтому, конечно, профилактика большое дело. Но, а уж появились вредители, нужно приниматься за борьбов. Но эти овощи мы едим. Все, что мы выращиваем на даче, мы выращиваем для себя. Поэтому никакой химии понятно. Конечно, можно растения обработать зольным настоем. Взять стакан золы. Настоять в 10 литрах воды. Добавить туда 50 грамм мыла хозяйственного. И обработать свои растения. Можно посыпать золой между ряде растений. На грядках. А если появились клещи, трипсы, то есть прекрасные биологические препараты фитоверм. Так что, как видите, работ на даче, на грядках еще в июне очень много. Я желаю нашим датчикам хороших урожаев на даче и прекрасной погоды. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин